Друзья, всех приветствую! С вами вновь Антон. Мы продолжаем серию интервью и говорим на очень злободневные темы, которые помогают руководителям в блоке закупки. Сегодня мы говорим про интересную тему. Я пригласил очень необычного гостя для вас. Закупки глазами денежного алхимика, так я это назвал. Как повысить эффективность отдела закупок и компании в целом в конце этого года? Реально будет сейчас разобран кейс и инструмент, как это можно сделать. Приветствую, Анна! Спасибо, что в этот поздний вечер после работы присоединились ко мне. Очень рад. Надеюсь, диалог будет у нас интересный и веселый. Итак, немножко с предыстории. Кейс все-таки нужно чуть-чуть описать. Я директор по закупкам компании Икс. У меня есть деньги, они сзади и на заднем плане видим. Анна финансовый директор компании поставщика. Рейтинга высокий, класса А. Ну, то есть, стабильный, надежный, большой и прочее. Рынок у нас такой, что переговоры у нас идут по поводу того, не то, что снижение стоимости, а мой KPI к концу года, который сейчас на данный момент не выполнен, это снижение стоимости продукции. Все остальное я молодец, я еще до отпуска все сделал, выхожу из отпуска в августе месяце и понимаю, что до конца года осталось уже не так много, а мой поставщик мне выходит с инициативой, а давай к концу года повысим цену. Я в шоке, не понимаю, что делать, потому что за это меня могут даже уволить. Это все-таки класс А. поставщик и, соответственно, из категории А это секир башка сразу за провал. Это же провал моей закупочной функции. Я думаю, что из сотни слушателей, коллег закупок так или иначе вокруг этой задачи либо когда-то встречались, либо сейчас находитесь в ней, скорее всего, потому что многие позиции растут, либо встретитесь к концу года или в следующем году. Это тренд, это будет и здесь я считаю, что это интервью очень полезное. Итак, начинаем. То есть товар, приходит Анна, говорит, что нужно повышать и так далее, что можно сделать. Финансовый инструмент в данном случае мы используем какой? Перевод, потому что большинство компаний так или иначе привыкли работать с отсрочками платежей. Я у нас контракт на отсрочку платежей, допустим, 60 дней. То есть ставите товар и через 60 дней у нас идет оплата. Цена 100 рублей. Выходим с инициативой, чтобы должна цена быть 110, отсрочка там 60 дней. Пожалуйста, дальше там хотите. Я хочу 90, чтобы KPI выполнить. Ну нормально так 90, да? И, соответственно, спрашиваю, а что можно сделать, Анна, чтобы получить цену 90? Ваш ответ? А мой ответ это стопроцентная предоплата. Стопроцентная предоплата. Я услышал. Так не принято ни у нас на рынке, ни на соседних рынках. Наши конкуренты тоже так не работают. Но при этом мы не компания, скажем так, очень маленькая. Мы средний бизнес. У нас там больше 10 миллиардов выручка. И тоже есть внутри финансовые службы. Подхожу так ножками к генеральному директору или к финансовому директору и говорю, есть возможность выполнить мой KPI. Прошу согласовать схему. 100% предоплата до конца года. И у нас получается скидка до уровня 90, то есть 10%. И, соответственно, я свой KPI выполняю. Хочу годовую премию, ходовой бонус. Хочу быть лучшим закупщиком и логистом этого года. Да, да, да. И, соответственно, одобряй. И он мне, что делает? Ну, посчитав свою какую-то где-то экономику, понимая, что это нормально, он мне говорит, хорошо, окей. Я подхожу к Анне и говорю, Анна, мы согласны, давайте заключать доп. соглашение. Мы заключаем, а дальше вау, интересно. А что и зачем и почему это даст нашему поставщику? И что там будет под капотом? И сейчас мы с вами заглянем. Анна, вам слово. Ну, во-первых, вы фиксируете цену здесь и сейчас и получаете продукцию, которую будете продавать, возможно, уже по другой цене, по более высокой. Ну, как пойдет, да. Ну, как бы да, да. То есть тут включается уже инструмент инфляции, который у нас официально 6,5%, но неофициально все равно у нас инфляция идет. К тому же мы понимаем, что сейчас цены на дополнительные услуги, в том числе на логистику, достаточно серьезно растут. Достаточно серьезно растут цены на сырье, которое используется для производства продукции. Соответственно, ну, например, в моей компании X, в которой в данный момент я работаю, с сентября месяца будет повышение цен. Ну, а вы с этим ко мне и пришли, как бы, собственно. Да, да. Соответственно, есть у меня на складе определенная продукция, да, мне нужно освободить склад, показать хорошую оборачиваемость для того, чтобы как бы реализовать эту продукцию сейчас и получить выручку тоже сейчас. Почему, например, в данный момент это может быть еще выгодно для меня? Потому что полученную выручку я могу инвестировать, как финансовый директор здесь и сейчас. Я имею, например, прогноз о том, что курс доллара сейчас, в данный момент, достаточно оптимальный. И если я получу от вас деньги в декабре месяце, ну, предположим, если это отсрочка, там, 60 дней, то инвестировать деньги в декабре, независимо от того, какой будет курс, для меня может быть не очень выгодно. То есть здесь как раз включается инструмент заработать на здесь и сейчас в моменте полученных деньгах. Вот, соответственно, мой инструмент такой. Я сегодня получаю от вас предоплату, я готова дать вам скидку в 10% и, соответственно, инвестировать деньги, ну, то есть свободный денежный поток. Мы оговоримся, что это свободный денежный поток, это не, там, для затыкания дыр, как мы эту терминологию используем. Вот, соответственно, да, вот в моменте здесь и сейчас я готова для своей компании инвестировать эти средства в определенные финансовые инструменты для того, чтобы получить дополнительную прибыль. И она может перекрыть скидку в 10%, я так понимаю. Да, она может перекрыть скидку в 10%, да. А от какой суммы, ну, вообще, в принципе, выгодно брать вот эти предоплаты? То есть все равно же есть какой-то минимум, как мы знаем, существует же некий финансовый закон, да, что из больших денег можно делать деньги, из малых сумм довольно-таки сложно и проблематично. Ну, к сожалению, с малыми суммами я не работала. Вот, просто вот порядок цены, чтобы коллеги, которые нас смотрят, да, могли прикинуть. У них поставщик, допустим, переговоры идут там на миллион, на 10 миллионов, на 100 миллионов. Вот, о какой сумме может быть комфортная речь, чтобы финансовый директор реально мог... Более 10% скидка. Нет, я имею в виду, что сумма сделки, ну, то есть какую сумму я должен заплатить вам, как поставщику, ну, 10 миллионов, 100 миллионов, чтобы из этих денег финансовый директор мог реально комфортно зарабатывать какую-то денежку, которая возместит скидку, еще и, может быть, чуть-чуть получит. Вот, от какой суммы в миллионах рублей идет речь? Ну, я бы взяла от 50 миллионов рублей. Ну, это прям минимальный порог. Ну, то есть 50-100 миллионов, это где-то... Да, 50-100 миллионов, это прям минимум. То есть есть ли у меня, как у финансового директора по закупкам, контракты с отсрочками сейчас, в моменте, где-то от предоплаты, именно как транш, сумма 50-100 миллионов, начиная где-то от этих сумм, то, в принципе, есть возможность для поставщика моего категории А с высоким рейтингом, стабильностью, действительно, у них есть инструменты финансовые, которые они используют, да, надо попробовать вступить в переговоры в этот момент, и это будет хороший инструмент для получения приличной скидки. Ну, в смысле, вот реально такой хорошей скидки, там не 3%, не полпроцента, да, а именно реально, чтобы получить некую премию, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Можно как-то вот попробовать за несколько месяцев, ну, допустим, до конца года как-то это сделать, и, допустим, согласиться со мной, опять же, в конце года, ну, на каких-то условиях, моих же, да, откатить цену обратно, ну, в смысле, что вот сейчас 10% скидки я получил, а, допустим, в конце декабря, в следующий транш поставки, что снова возвращаемся без скидки, ну, то есть на 100 рублей, с учетом, что, там, от меня, например, транш придет, там, ну, через месяц-два, ну, в смысле, что когда-то там, а потом снова можно как бы вступить со мной переговоры о том, чтобы я денежную функцию, ну, как бы сказать, предоплату сделал, то есть гибридная модель взаимодействия, то есть выйти к базовой цене на наших условиях и так далее, и тогда это выгодно обоим сторонам, то есть мы денежки немножко инвестируем в компании, которая больше умеет из денег делать деньги, то есть поставщик, они согласны и получаем скидку. Да, все верно, но в то же время для вас это тоже инвестиция, как для закупщика, я считаю, что это тоже инвестиция, получить дополнительную скидку, получить товар сейчас и, соответственно, продавать его по более высокой цене, если мы знаем, что, ну, например, там, со следующего месяца идет повышение, в принципе, везде повышение цен. То есть уже включится скидка? Конечно, конечно, везде идет повышение цены, а мои селзы, ну, то есть селзы не лично мои директоры по закупкам, а компании, которые занимаются продажей того, что мы производим, имеют возможность больше контрактов выиграть, ну, с каким-то дисконтированием, ну, то есть даже, или если дисконтирование того же уровня, то, как бы, ну, заработать больше. Это, как бы, ну, такой плюс, но я за сбалансированный показатель, да? Да. И, соответственно, почему я сказал, что к концу года можем вернуться снова к 100 рублям? Потому что ведь к концу года, как я услышал, ну, то есть это для меня новость, что не очень выгодно получать от меня деньги. То есть с ними тяжело что-то будет сделать, правильно? А зачем же тогда об этом говорить? То есть надо говорить о тех периодах, которых, наверное, все-таки также имеет, ну, некую цикличность в течение года. Да, для этого, как правило, рассчитываются определенные программы продаж, сезонные программы продаж, которые позволяют давать, ну, скидки или выходить на подобный уровень, как бы, преференций, да, для нашего закупщика. И этот термин я называю, ну, может быть, кто-то по-другому, гибкие закупки. Когда мы в какой-то момент времени оперируем нашими финансами, готовы их оплатить, когда наш поставщик готов с этими деньгами что-то сделать, у него есть уже стратегия финансовая, то есть он понимает, что придя сейчас в портфеле, да, то есть есть возможность, есть предпосылки, и мы ведем переговоры именно уже на уровне с финансовым директором, ну, то есть на топовом уровне, понимая, зачем мы этот инструмент включаем. Что говорим, что там 1 сентября выгодно, чтобы мы заплатили 100 миллионов, а, допустим, там с 1 декабря уже невыгодно, ну, в смысле, что вот этот мертвый сезон для работы с финансами. Соответственно, мы потом возвращаемся к обратной цене, потом, грубо говоря, с 1 февраля снова выгодно становится, правильно я понимаю? А потом, может быть, к лету снова невыгодно. Исторически, да, исторически, да. К лету снова сезон отпусков? Этот год был немного такой досмазанный, потому что, да, он был другой, потому что февраль показал, и март показали не очень хорошие финансовые показатели, вот апрель уже был более-менее ровный, да. Август, кстати, тоже стал неожиданно, неожиданно выгодным месяцем, ну, потому что я работаю с валютой, и, как бы, курсовые разницы, на которых можно зарабатывать достаточно большие суммы, они показали, что август у нас в этом году выгодный месяц. То есть, если я в условиях контракта прописываю гибкую систему расчетов, ну, то есть, по инициативе от поставщика, ну, финансовый инструмент уже говорим, да, гибкая система оплаты. Инициатива от поставщика – деньги вперед, ну, в смысле, предоплата, и поставщик гарантирует скидку, ну, в смысле, что какую-то можем скидку, ну, пусть не 10%, пусть 5%, ну, она как бы такая. Пусть 5%, да, да. Какой-то бизнес-спитка какая-то определенная. Да, да, эти моменты, они рассматриваются в индивидуальном порядке, особенно, когда мы говорим о суммах, там, свыше 50 миллионов рублей. Ну, конечно. Ну, там включаются некоторые, такие более детальные уже индивидуальные условия, я бы сказала, да, что где-то, например, это бонусы, где-то, например, финансовый директор может резервировать, резервировать средства под выплату бонусов для той компании, которая выполнит определенный объем продаж, например, да. Соответственно, это все просчитывается, ну, в индивидуальном порядке, в зависимости от классификации закупщика уже можно индивидуально разговаривать и выходить на индивидуальные условия, да, это действительно так. И я, как финансовый директор, могу прогнозировать, какую сумму зарезервировать, есть ли у меня в резерве эта сумма для того, чтобы я могла выдать эту скидку, предоставить. Соответственно, это все рассчитывается, да, и каждый месяц корректируется. И есть такие инструменты, когда есть индивидуальная скидка для, например, продажника нашего, и он может ее самостоятельно распоряжаться под моим чутким контролем. Или, ну, как бы для того, чтобы стимулировать продажи и стимулировать закупщиков. Поэтому, да, такие инструменты есть. И, соответственно, это же удобно, потому что суммарно все равно в течение года, а, я как закупщик добиваюсь того, что у меня все-таки KPI соблюден, ну, в смысле, что KPI по снижению стоимости у меня есть такие прецеденты, была скидка. Б, цена все-таки не выросла, 100 рублей как было, так и осталось, ну, в смысле, в горизонте. И, цена все-таки в моменты, когда мой партнер не в состоянии принимать предоплату, ну, в смысле, что нет выгоды, ну, то есть нет мертвые сезоны какие-то перед летом или перед Новым годом, то, соответственно, отсрочка включается, и я KPI по отсрочке выполняю. То есть у меня в итоге я с клиентом и по отсрочке работаю, и снижаю стоимость, держу стоимость, держу цену. И, соответственно, ваша наценка уже может быть больше, да, то есть вы получили скидку при закупке у нас, и дальше в случае реализации этого товара следующему поставщику, если это посредничество, то, соответственно, вы можете на этом заработать достаточно неплохо. Да, да, и, соответственно, при этом гибком взаимодействии получается, что и мой отдел продаж тоже может зеркально, по сути дела, да, также как-то пытаться это регулировать. Ну, то есть мы заплатили предоплату, они тоже от кого-то взяли предоплату, тоже с небольшим дисконтом, ну, чтобы P&L сохранился, да, норма прибыли. И, соответственно, это хорошо бизнесу, это некая гибкость конкурентного преимущества на рынке. Тем более сейчас осень, что самое вкусное, да, с сентября, начало каких-то тендерных компаний у многих наших, ну, в данном случае наших клиентов. И, соответственно, мы будем более нарядно, более вкусно, более конкурентно, выгодно тоже это выглядеть. Кто молодец? Да, то есть для вас это тоже получается инструмент такой эластичный, потому что, когда вы реализуете, вы встаете на позицию продавца. Да, да. И для вас появляется дополнительный вот этот люфт, да, или там лак, который позволяет уже делать ваши продажи, получать большую прибыль. Конечно. Ну, то есть и это вот то, что посчитали нужным сегодня обсудить, как кейс. Надеюсь, всем, кто слушал, было полезно. Ну, и финишируя сегодняшний разговор, ну, то есть вот именно так, заключение такое, да, эта работа только в том случае, еще раз подчеркну, как резюме, ваш поставщик класса категории А, ну, то есть он надежный, высоким рейтингом, он обладает свободными денежными средствами, он умеет с ними работать, финансовый директор обладает определенной квалификацией, компетенцией, сертификатами, и они ведут какие-то брокерские операции, да, денежно-валютные операции, ведут там акции, облигации. То есть это казахстейская функция, да, включена на полную мощь, да. Ну, то есть, грубо говоря, мини-банк, ну, то есть такой вот мини-банк перед нами, в миниатюре такая вот финансовая структура. Тогда гибкий договор, в принципе, это хороший инструмент, потому что настаивать всем поставщикам к ряду на одних и тех же условиях в наше время это невыгодно для обоих сторон. То есть если вот на рынке все там отсрочки, отсрочки, как вот в прошлом году компания X, не будем ее называть, даже 365 дней захотела отсрочку, то это, ну, как бы, путь никуда. Ну, по сути дела, как бы, ну, всех к ряду, как бы, вот за 365 дней, но это неправильно. А вот если вы хотите будущее для вашего бизнеса, для нашего, для бизнеса, партнера, ну, чтобы мы вместе в одной лодке не утонули, то есть, в смысле, тогда надо диалог, и финансовый директор будет выходить на диалог, когда он видит, что от этого поставщика, ну, от этого покупателя, да, идет сумма 50-100 миллионов, конечно же, наверное, большинство, ну, и больше, большинство финансовых директоров может лично принимать участие с директором по закупкам, да, и обсуждать индивидуальные условия, график, там, по требованию, ну, то есть, грубо говоря, есть инсайдерская информация, что, там, готовятся определенные выплаты и вброс денег, да, будет курсовая разница, очень хотелось бы, чтобы вы нам заплатили. Я сразу киваю головой, оп, у нас сразу электронный документооборот, ну, в смысле, что изменились условия базис поставки, опа, денежки на следующий день ушли, ну, сразу там, и все счастливы, да, то есть, у меня сразу автоматом цена снизилась, мы сразу инвестировали. Мой финансовый директор к этому моменту тоже имеет некий резерв, ну, в смысле, чтобы это самое, понимая, что у нас гибкий, он, как бы, понимает, что в какой-то момент я могу с этим прийти, и, естественно, мы обговорим коридор, когда информация, ну, то есть, он скажет, нет, завтра не могу, через три дня могу, ну, по каким-то там причинам. Естественно, главное, чтобы и мы, как компания-покупатель, УАЗ, да, тоже были финансово устойчивы, понимая, что у нас эти деньги откуда-то есть, ну, в смысле, что это не наш кассовый разрыв, и это не, допустим, какой-нибудь там факторинг-повердрафт, ну, в смысле, что это не деньги, ну, такие длинные, пусть с низким процентом, да, они не заемные. Дорогие деньги, я их называю, это дорогие деньги. Да, 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 то есть, они не заемные, то есть, они именно наши, чистый денежный поток, который, в принципе, мы можем куда-то направить, а лучше направить его на повышение, допустим, ну, конкурентной способности и прочее, да, то есть, заработать, ну, то есть, из денег сделать деньги. Кстати говоря, вот такие процессы, их же тоже можно прогнозировать. Да, и это как раз работа в большей степени, получается, даже на троих, наверное, то есть, это когда сидит финансовый директор поставщика, финансовый директор мой, ну, или тот, кто, как бы, финансовыми управляет, да, и я, как руководитель закупок. Ну, то есть, мы сидим, контракт обсудили, всем график понятен, кто, откуда деньги берет и почему. Тоже понятно, да. Понятно, все по рукам ударили, да, и работаем. Соответственно, наш финансовый директор может быть ограничен. Ну, то есть, почему я имею в виду, что, например, поставщик. У поставщика есть лицензия, допустим, или есть там опыт, или есть какие-то аккредитации, да, на каких-то там биржевские операции. Соответственно, они более финансово, ну, то есть, это их инструмент. Есть ряд даже, вот, нефтяных компаний, которые так зарабатывают, и у них там отдельные дочки, которые берут вот эти вот дешевые нефтяные деньги, ну, в смысле, что с низкой рентабельностью, но из выручки пытаются что-то там, ну, другое. Ну, то есть, до нормы прибыли как-то это докачать, чтобы, ну, компания хорошо себя чувствовала, стабильно. Вот, поэтому тут же надо выбирать и спрашивать, и поставщиков выбирать. И даже если на входе кажется, что человек против, ну, допустим, сейлс против отсрочки, и он там говорит о том, что предоплата. Может быть, есть смысл сесть за стол переговоров и обсудить уровень предоплаты? Да, был такой опыт, когда действительно финансовые директора вместе с закупщиками или генеральными директорами садились за стол переговоров, если это большие контракты, они просчитывались, они обсуждались, выстраивались графики платежей, графики закупок или поставок, соответственно, просчитывали, какую скидку можем предоставлять мы как продавцы, и вам как закупщикам, и, соответственно, дата, то есть, ну, это все нужно обсчитывать, то есть, тут индивидуальные подходы действительно нужно все обсчитывать. Так, а мы же говорим о точных науках. И контроль. Что закупки, цифра экономика, что логистика цифры экономики, что финансы, и финансы, и экономика, и математика в чистом виде, там, и прогнозирование, и модель, там, и все остальное. Ответственно, когда эти люди между собой встречаются, получается некий хороший диалог. Потому что у меня всегда, когда вот приходили, ну, сейчас как бы реже, а раньше, как бы, когда приходили ко мне поставщики, и насмерть стояли, что только предоплата, и только там, какому-то графику, там, еще чего-то, у меня вопрос, ну, меня учили, и мы вот с вами на этой волне знакомились, да, финансовые умные директора, что, а ты не откидывай этих ребят, ты просто спроси, а им деньги нужны зачем? Ну, то есть, как вот профессиональный закупщик спроси, зачем? Для латания дыр, не зная зачем, просто так решил кто-то, ну, в смысле, директор по продажам, или там, собственник, или что-то. Или мы действительно, ну, как, допустим, крупный там поставщик, у нас есть целый финансовый отдел, аналитики, у нас есть лицензии, мы торгуем там всем, и мы четко знаем, как из денег делать деньги. И вот только в третьем случае, когда не просто так мы решили, рынок как работает, не просто для латания финансовых дыр, вот типа там, ну, сейчас мы быстренько тут перекроемся, а вось проскочим и там выдернемся. А именно тогда партнер понимает, что он будет делать с деньгами, которые получит на счета, как он ими распорядится, то есть, когда есть диалог, когда реально действительно финансовый экономический директор готов общаться, готов объяснить, ну, то есть, открытость, как бы, вот этой вот позиции, зачем нужна предоплата, тогда точно можно комфортно, спокойно об этом говорить, и действительно это выгодно будет и мне. Поэтому у меня портфель всегда был именно такой, и вот с Анной мы обсуждали, что 2009 год у меня был довольно веселый, потому что на несырьевых, как бы, операциях, на финансовых, мы зарабатывали больше в тот момент, нежели на финансовых, просто потому что мы в эту сторону пошли. Ну, как бизнес, целевая бизнес-модель, что задача, как бы, моя деньги была нагнать, но без разницы, по какой рентабельности. Ну, то есть, вообще было все равно. Любой тендер забираем, лишь бы там предоплату платили, и все хорошо. Я вначале, ну, переживал все-таки, я был на уровне генерального директора, и как-то страшно, что мы сейчас денег наберем, а к концу года у нас там будет это. А она говорит, нет, это лишнее. Ну, в смысле, что это вот сверх наших потребностей, да, у нас, как бы, не было. Мы оборотку нагнали, там, все нагнали. Но за счет вот этих операций в тот момент они были довольно-таки вкусные. Ну, не знаю, там, как в 20-м году, да, но в 2009-м это вот реально. И это то, что принесло пользу мне. Я первый раз научился и понял, глаза открыл, а почему же многие берут-то предоплату? А вот оно, секрет-то Палишинеля, да, где. И этим секретом сегодня, спустя, сколько там уже, времени, Анна подтверждает, что, в принципе, это инструмент живой и сейчас, здесь и сейчас. И мало того, если есть свободные средства, то можно выходить, ну, то есть достаточно большие, то можно выходить на переговоры с банком и даже с несколькими банками. Сейчас банки достаточно охотно идут на предоставление своих услуг без открытия расчетного счета, на предоставление брокерских услуг для того, чтобы запустить вот эти финансовые процессы. И у банков множество инструментов, с помощью которых можно зарабатывать. Но тут тоже важно просчитывать риски, это раз. И, во-вторых, можно договариваться об индивидуальных условиях. То есть в случае, когда есть свободный денежный поток достаточно серьезного, ну, как бы, объема, можно выходить на высокий уровень банкиров и разговаривать об индивидуальных условиях. То есть это тоже, как бы, работа финансового директора. Ну, вот. И товарищ Игорь, у меня есть знакомый Игорь, который считает, что финансовый директор у него лишнее звено будет сейчас в компании. Хотя выручка у него довольно приличная. Если ты нас слушаешь, я тебе обязательно это видео направлю, да, имея в виду, что ты выпускаешь какую-то часть возможностей твоей компании при хорошей финансовом потоке и выручке, ну, у него реально хорошая выручка, да? Он, во что, такой быстро оборачиваемый продукт. Соответственно, вот такие инструменты нужно рассматривать. Это либо привлечением на полставки, на там еще как-то финансового специалиста, может быть, не директора, но разбирающегося. Либо вот, как Анна сказала, как рекомендация, хотя бы попробовать со стабильными, надежными банками, не важно, там счет ты держишь, нет, но вот просто диверсифицировать в несколько банков, посмотреть, как брокер, который тебе будет представлен. Да, и важно, чтобы были выходы у финансового директора, чтобы была выстроена коммуникация с топовыми позициями в банках. Это тоже важно. Вот, вот, вот. И поэтому вот они секрет закупок, как выполнить KPI, пожалуйста, как получить премию, как помочь бизнесу в целом, как разработать новую целевую бизнес-модель. При этом в это инвестировать особо ничего не надо. Это чистый инструмент такой, скажем так, креативный. Ну и коммуникационный в плане... Я бы даже сказала, больше коммуникационный, да. Да, ну, креативный в смысле, что не как у конкурентов. В смысле, что давайте мы еще вот так. Если на вашем рынке такое нет. Если на вашем рынке все финтех там и все такие конкуренты, конечно, этот инструмент вам не подойдет. Если у вас кассовые разрывы, ну, неважно, у поставщиков или у вас, то, конечно, этот инструмент не подойдет. Это только для взрослых серьезных стабильных компаний, где есть свободный денежный поток и в принципе по какой-то причине, не знаю по какой, может быть вы только в прошлом году, в 20-м году первый раз, у вас рост произошел и сейчас у вас он есть, и вы еще не разобрались в общих чертах, как с этим потоком быть, в смысле, что он вроде есть, непонятно будет, нет, и вот где здесь точка зарабатывания, точка выгоды и точка полезности бизнеса, мы как раз ровно для вас, для этой целевой аудитории поговорили. Кто-то знает, кто-то использовал, кто-то в прошлом месте использовал, в этом не получается, но повторение мать учения впереди осень и я делаю полезное интервью, поэтому только все для вас. Спасибо большое, Анна, что присоединились к такой беседе и все-таки выступили неким арбитром и подтверждением моей теории, которая была много лет назад, что действительно и сейчас это применяется. Веселая и настоящая аватарка, которая сзади, это как бы мания и алхимия, да, все, кто смотрит видео, обязательно у них получится этот инструмент, привлекайте специалистов и для этих задач те, кто из денег умеет делать. Эти люди и называются еще раз финансовые алхимики. Всем пока. Я благодарю за приглашение. Анна, спасибо огромное, надеюсь, мы испытали совместно удовольствие от беседы и поштормили хорошо насчет полезности для всех. Может быть, еще раз нас пригласят, будут вопросы и возражения, но через месяц поговорим отдельно. Счастливо, всего хорошего, хорошего настроения, хорошего вечера. У меня все, прощаемся.